Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня вашему вниманию представлена лекция по дисциплине техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути на тему подъемка пути. Перед началом лекции, пожалуйста, ознакомьтесь со списком используемой литературы, который представлен на данном слайде. Итак, план нашего лекционного занятия. Сегодня мы с вами должны рассмотреть, как выполняется подъемочный ремонт бестыкового пути, подъемочный ремонт звеньевого пути. Итак, переходим к первому пункту сегодняшней лекции – подъемочный ремонт пути. Подъемочный ремонт пути предназначен для восстановления равноупругости подшпального основания путем сплошной подъемки и выправки пути с подбивкой шпал, а также для замены негодных шпал и частичного восстановления дренирующих свойств балласта. При подъемочном ремонте пути выполняются следующие работы. Сплошная выправка пути в плане и в профиле с подъемкой на 5-6 см, подбивкой шпал и добавлением балласта. Локальная очистка загрязненного щебня в шпальных ящиках и за торцами шпал в местах появившихся выплесков на глубину не менее 10 см ниже подошвы шпал, а при других видах балласта частичная замена загрязненного балласта на чистый. Также выполняется замена дефектных рельсов, негодных шпал и элементов скреплений, регулировка стыковых зазоров, удаление регулировочных прокладок и сплошное закрепление клеммных и закладных болтов при скреплении КБ, добивка костылей, регулировка противоугонов, очистка водоотводов, правка рельсовых и сварных стыков, шлифовка рельсов. Подъемочный ремонт пути является наиболее распространенным видом ремонта, при котором производится сплошная подбивка шпал для восстановления равноупругости под рельсового основания и дрюнирующих свойств балласта в связи с его износом. Износ балластного слоя складывается из двух независимых друг от друга процессов. Во-первых, из-за раздробления и измельчения его частиц в результате механической работы балласта под поездами и во время подбивки пути. Во-вторых, из-за проникновения в балластную призму внешних засорителей вследствие оседания на путь пыли, переносимой ветровыми потоками мелких частиц, перевозимых в поездах сыпучих материалов. Некоторое влияние на износ балластных материалов оказывает также процесс их выветривания в пути. Балластный слой, загрязняя собственными измельченными частицами и внешними засорителями, в значительной степени теряет дренирующие свойства, а его несущая способность понижается. В связи с этим становятся более напряженные работы всего верхнего строения, повышается износ всех его составных частей и ускоряется процесс накопления остаточных деформаций. В итоге становится необходимым более частое исправление пути, вызывающие дополнительный расход рабочей силы. Для восстановления дренирующих свойств гравийного, азбестового, ракушечного и песчаного балласта производится срезка загрязненной корки. Замена загрязненного балласта в отдельных местах чистым для ликвидации выплесков. При щебеночном балласте производится очистка его в шпальных ящиках и у торцов шпал на 10 см ниже подошвы шпал и в местах выплесков. Расход балласта на 1 км устанавливается на основе натурного обследования балластного слоя, но в среднем не должен превышать при щебеночном балласте 100 кубических метров и при других видах балласта 250 кубических метров. Восстановление равнопругости пути производится сплошной подбивкой шпал и переводных брусьев, электрошпалоподбойками, шпалоподбивочными машинами или выправочно-подбивочно-отделочными машинами ВПО-3000. Выправки пути с подбивкой шпал электрошпалоподбойками предшествуют работой по регулировке зазоров, смене отдельных негодных шпалов. Расход шпал на 1 км устанавливается на основе натурного обследования, но в среднем не должен превышать 200 штук. Кроме указанных работ при подъемочном ремонте выполняется одиночная смена дефектных рельсов и скреплений, выправка круговых и переходных кривых по расчету, выправка переводных и застрелочных кривых на стрелочных переводах, отделка балластной призмы, очистка всех водоотводных сооружений, срезка и планировка обочин земляного полотна, ремонт переездов, устранение отступлений по шаблону, полное закрепление пути от угона. Средний расход рабочей силы на подъемочный ремонт составляет 250-300 человекодней на 1 км пути. Подъемочный ремонт в основном выполняется силами дистанции пути, дистанционными колоннами или укропненными механизированными бригадами. На данном слайде вам приведены рисунки типовых технологических процессов 1, 2 и 3 дня проведения подъемочного ремонта пути. Ремонт выполняют бригады из первой бригады 9 человек, вторая бригада состоит из 10 человек, и третья бригада состоит из 14 человек. На данном слайде также приведены технологические процессы проведения подъемочного ремонта пути в течение, как вы можете видеть, 6 дней. Также приведены условные обозначения, на которых описано, какая работа обозначается. И по этим условным обозначениям вы можете увидеть, какая работа в какой день выполняется и в течение какого времени, и сколько человек его выполняет. Например, вот эта работа у нас. Вот работа. Работа, выправка пути со сплошной подбивкой шпал, электрошпалоподбойками и ремонта переездов. Начинается она в первый день, и потом переходит на второй день, на третий день, четвертый день, пятый день, и заканчивается в самом начале шестого дня. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это у нас 8 часов в течение рабочего дня. Показано здесь. Ну и в соответствии с этим, сколько, вот, например, во второй день, да, у нас выправка пути со сплошной подбивкой шпал, длится в течение всего рабочего дня, все 8 часов. Здесь тоже все 8 часов. Здесь начиная через час от начала рабочего дня. Здесь на пятый день тоже все 8 часов. И на шестой день выправка пути, закругляется работа по выправке пути, и она продолжается всего 2 часа. Ну и также все остальные работы, приведенные на этом технологическом процессе. С условными обозначениями вы можете ознакомиться самостоятельно. Ну, входят сюда работы по выгрузке шпал, по смене скреплений, прогроходке щебня, выправка пути, уборка грунта, выгрузка щебня, рихтовка пути, оправка балластной призмы, регулировка ширины колеи, ремонт шпал, очистка рельсов от грязи и разметка оси шпал на шейках рельсов. Работой укропненной бригады руководят дорожные мастера. Три неосвобожденных бригадира пути. Группой по оздоровлению земляного полотна из трех человек руководит старший монтер пути. Участок, подлежащий ремонту, имеет рельсы типа Р-50, сваренные в плете длиной по 800 метров, железобетонные шпалы в количестве 1872 штуки на 1 километр и раздельные скрепления. Перед началом работ проверяется температура рельсов и при необходимости делается разрядка напряжения. Работы по ремонту пути на протяжении 850 метров выполняются в течение 6 дней. Причем на 6 день одновременно на двух участках. На первом заканчиваются отделочные работы, а на втором выполняются подготовительные работы. Отчистка рельсов от грязи и разметка осей шпал по эпюре. Типовые технологические процессы являются основой для составления рабочих технологических процессов, необходимость в которых и объясняется различным объемом работ, степенью механизации и численностью бригад, густотой движения поездов и другими требованиями. Правильная организация подъемочного ремонта требует составления рабочих технологических процессов почти на каждый километр пути. Однако при этом основные принципы их построения, такие как последовательность операции, определение затрат рабочей силы, машины смены и другое, должны соответствовать типовым технологическим процессам. Составление рабочего технологического процесса значительно облегчается, если за основу для этого берется типовой технологический процесс, который по численности бригады, характеристики верхнего строения пути и объема уработанной более близко подходят к местным условиям. Вот вы можете видеть типовой технологический процесс, на котором приведены наименования работ, затраты труда рассчитываются в зависимости от фронта вашего работ и распределяются по дням в течение 6 дней. Ну, это образец. На основании объемной ведомости на каждый километр при резких колебаниях в объемах работы и условиях выполнения составляется ведомость затрат труда. Вот это и есть ведомость затрат труда. Составляется ведомость затрат труда. Порядок заполнения каждой графы мы с вами рассматривали на практических занятиях, как рассчитывается количество работ, как рассчитываются затраты труда и как затем мы рассчитываем время на выполнение каждой работы и количество монтеров пути. Для определения продолжительности работ в днях на каждом километре достаточно разделить общие затраты труда в человека днях на численный состав бригады. Например, на все работы требуется затратить 276 человека дней при составе бригады 46 человек. Выполнение этих работ продлится 6 дней. Затраты труда по каждому виду работ в человека днях и продолжительность всего комплекса работ являются исходными данными для составления графика распределения работ по дням. В графике указывается, сколько человек и в какой день будет занято на той или иной работе. Итоги по вертикали на каждый день должны соответствовать наличному составу бригады, а по горизонтали требуемой затрате труда на данную работу. Применение таких машин, как балластировочная, шпалоподбивочная, выправочная, подбивочная, отделочная и другие машины, не меняет порядок составления технологического процесса. Только в таких случаях проектирование организации работ начинается в основном с работ в окно, а затем уже проектируется организация подготовительных и отделочных работ. Работы по подъемочному ремонту пути должны быть выполнены в полном соответствии с классификацией, калькуляцией, объемной по километровой ведомостью и техническим условием на приемку работ по подъемочному ремонту пути. Теперь давайте коротко рассмотрим, какие виды работ входят в подъемочный ремонт безстыкового пути, а какие в подъемочный ремонт звеневого пути. Подъемочный ремонт безстыкового пути проводится как промежуточный вид ремонта на участках пути, где скрепления не обеспечивают выполнение своих функций по прикреплению рельсовых плитей к шпалам, удержанию их от угона под проходящими поездами и от продольного перемещения при изменении температуры. При подъемочном ремонте безстыкового пути выполняются следующие работы. Это сплошная разрядка температурных напряжений в плитях безстыкового пути, замена негодных шпал и элементов креплений, удаление пучиных карточек, регулировочных прокладок, механизированная ликвидация локальных выплесков на глубину не менее 20-25 см ниже подошвы шпалы, сплошная выправка пути в плане и профиле с подъемкой на 5-6 см, добавление балласта, стабилизация пути и постановка кривых в проектное паспортное положение. При подъемочном ремонте звеневого пути выполняются следующие работы. Замена дефектных рельсов, негодных шпал и элементов креплений, регулировка или разгонка стыковых зазоров, удаление из-под подошвы рельсов загрязнителей, удаление пучиных карточек, регулировочных прокладок, добивка костылей, регулировка противоугонов, локальная очистка загрязненного щебня в местах выплесков на глубину не менее 10 см ниже подошвы шпалы с частичной заменой на чистый щебень, а при необходимости очистка плеча балластной призмы на глубину 25-30 см ниже подошвы шпалы с щебня очистительными машинами, механизированная ликвидация локальных выплесков на глубину не менее 20-25 см ниже подошвы шпал. Сплошная выправка пути в плане и профиле с подъемкой на 5-6 см, добавлением балласта и стабилизацией пути. На данном слайде вам представлены контрольные вопросы. На этом наша лекция закончена. Всем спасибо за внимание.